Ситуация с реализацией «Земляники» изменилась? Ну, я бы так сказал, она не изменилась, она, может быть, даже ухудшилась в какой-то части, потому что, если раньше была какая-то надежда, что нам дадут места, то теперь все эти надежды растаяли. Москва продолжает сохранить молчание, и фестиваль «Земляники» она фактически отменила, хотя отказных писем мы не получили. А область дала 4 места, сказала, торгуйте как хотите. То есть она фактически отказала нам в торговле, хотя на самом деле объяснений этому нет, потому что если Москва-то хоть как-то, она вообще никому не разрешила, то Московская область разрешила всем, кроме нас. Она разрешила так, чтобы только отвязаться. Поэтому ситуация критическая, мы обращаемся ко всем гражданам, которые нас слышат, чтобы приезжали к нам, потому что мы в соответствии с законодательством федеральным имеем право торговать на своих землях без ограничений, а все остальное, палатки по городам Московской области, в Москве, к сожалению, запрещены, и поэтому люди звонят тут ежеминутно, ругаются, что же это такое, ну а мы всех отправляем к мэру и к губернатору. Ситуация, конечно, для нас очень нехорошая, потому что понятно, что если мы продаем сами, мы продаем, ну скажем так, дорого, но не дороже, чем на рынке, а может дешевле, качество у нас ягоды хорошее. А если мы даем оптовикам, естественно, и наша ягода, она сразу в тени, почти в два раза в цене теряет, то есть мы теперь получаем меньше денег, а оптовики, они сразу не могут донести ягоду до населения, поэтому через день, через два она попадает к людям, а это уже не то качество, и, соответственно, и цена совершенно другая. Замораживать ягоду есть в одностохозяйство? Для этого надо целый комплекс работ провести, потому что заморозка ягоды происходит, шоковая заморозка ягоды происходит при минус 18-20, для этого специальные машины нужны, ну а потом, это все равно, что самую свежую, самую там, допустим, любую там рыбу, любую продукцию пищевую, ее не замораживать, ее надо есть в свежем виде, потому что замороженная продукция, это уже, она теряет все свои питательные, многие питательные вкусовые качества, ну а потом, знаете как, замораживать обычно, когда наедятся. У нас, судя по тому, что я вижу, в очередях, в палатках стоит по 30-40 человек, людям нужна свежая продукция, а не замороженная. Поэтому мы вот вчера собрали 52 тонны, сегодня соберем 60, и честно, больше половины остается у нас, к сожалению, на складе. Какая потребность в количестве точек реализации, исходя из прошлых лет? В прошлом году у нас было где-то порядка 90 точек в Москве и в области, в этом году мы планировали 100, мы наняли 150 продавцов, сейчас вынуждены часть людей уже уволить, потому что видно, что нам не дают торговать. Ну и если бы у нас было 100 точек, то, конечно, мы бы сейчас совершенно другое количество ягод продавали, по другой цене, не отдавали бы оптовикам. Интернет-торговля как-то выручает в этой среде? Пока не очень. Дело в том, что ягоды же дешевые достаточно, и для того, чтобы привезти товар, нужно заплатить 500 рублей, а это очень большие расходы. Например, 2 килограмма землянки стоит 700. Кто же будет платить 500 за то, чтобы доставили тебе на 700 рублей товар? Поэтому мы пользуемся от 15 килограмм, от 20 килограмм заказы идут. Но больше полутора тонн, к сожалению, мы пока не продавали в день. А нам, еще раз, нужно продать минимум 50-60 тонн в день. Вы как-то связываете вот этот запрет с позицией КПРФ, связанной с голосованием против поправок? Вы знаете, такие мысли были, но на самом деле тут много факторов сразу. Потому что, может быть, это и какая-то политическая составляющая, но больше это, по-моему, нежелание власти поддерживать отечественного производителя в принципе. И плюс к этому вот этот трейдерский захват, потому что мы видим, что даже оптовиков наших вызывают в Красногорск и начинают заставлять их не работать совхозом, потому что они, видите ли, должны совхозом не поддерживать отношения, иначе у них будут проблемы с миграционной службой и с налоговой инспекцией. Это уже несколько случаев было таких. А это точно не связано с поправками, с чем-то другим связано. Скорее всего, с рейдерским захватом. Но наша задача в любых условиях выжить. Поэтому сейчас вот сегодня наши работники поехали хоть куда торговать земляникой. Мы развернули у себя вот такую торговлю, там, где раньше стояла одна палатка, теперь стоит четыре. Везде стоят очереди. То есть люди вынуждены теперь приезжать из Москвы и из регионов других, например, люберцы, вот там, лежащие территории, и закупать. И мы готовы и снижать цену, чтобы только накормить людей, с одной стороны. С другой стороны, экономика наша, чтобы не рухнула. Потому что разница между оптовой ценой и розничной больше 100 рублей. Это для нас критично вообще. В ближайшей области планируются какие-то поставки на рынки? Нет. Мы же не имеем контактов с... Мы сами можем продавать здесь, чтобы с момента сбора до момента продажи не больше часа прошло. А если мы хотим торговать куда-то, увозить, то это не мы, это уже, так сказать, оптовые покупатели. Потому что туда нужно везти тонну, для этого там тоже нужно оформить место. А какой смысл возить куда-то в области, когда Москва голодная сидит, посмотрите, какое количество звонков, особенно север Москвы, где нет вообще ни одного тепличного хозяйства, ну такого земляничного тепличного или там земляничного хозяйства. И все ждут, когда же мы привезем ее. И я всех отправляю в мэрию. Ну и к губернатору Московской области. И говорю, слушайте, мы не можем ничего сделать тут. Но мы надеемся, что, может быть, во второй части сезона нам все-таки дадут какие-то места. Уже на поля москвичей пускают? Да, с сегодняшнего дня сбор идет. Мы начали автобусы. Потому что, ну, когда было 40 тонн, мы еще могли сами справиться. У нас достаточно много студентов, сборщиков, скажем, таких профессиональных. Но сейчас уже нет. Вот сегодня, если мы соберем 60 с чем-то тонн, около 20 тонн уже соберут работники, вот эти вот подъемщики. Если люди захотят, вот, поехать на поле собирать? Они возьмут на сайт, посмотрят на наши. Там все указано, как идет процесс сбора людей, как потом расчет, и как они дальше возвращаются обратно. Там все написано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!